всем привет привет мои дорогие любимые драгоценные рада видеть вас на моем канале добро пожаловать на мой канал diamond dream кто со мной не знаком меня зовут марина давайте знакомиться и сегодня я буду делать для вас расклад на тему любит или играет буквально недавно на днях я сделала расклад на тему любит ли он вас его чувство к вам и давайте как продолжение предыдущего расклада углубимся немножко в эту тему и посмотрим насколько этот человек искренен с вами являются ли его чувства настоящей любовью или может быть там вообще ничего нет или может быть человек играет с вами и вашими чувствами играет давайте сейчас разберемся при помощи колоды влияния ангелов задумывайте пожалуйста вашего мужчину можете назвать имя визуализируйте его представьте его и сейчас мы будем делать расклад уже выскочил какой-то окан из колоды десятка жезлов смотрите есть проблемы в ваших отношениях а еще здесь может быть так что мужчина сам по себе имеет тяжелый характер с таким человеком сложно строить отношения аркан тяжести аркан проблем недопонимание возможно некого негатива который накопился за промежуток того времени когда происходят ваши отношения так давайте смотреть любит или играет насколько вообще этот человек искренен перспектива отношений есть даже если вы находитесь на паузе сейчас ним или как вам кажется в расставании здесь конечно будет еще ваши ваш контакт по крайней мере не знаю вас соединение или нет для тех кто у кого . сейчас или пауза но контакт здесь еще будет поэтому аркану можно так сказать что мужчина здесь такой который на месте не стоит ему всегда хочется перемен всегда хочется чего-то новенького вполне возможно он и сейчас смотрит какие-то новые гавани новые берега его привлекают это не обязательно речь о новых отношениях а вообще что-то в его жизни вот таким образом складывается сейчас что хочется новизны вам тоже может хотеться того же так что вот так давайте посмотрим мужчина что за мужчина как нам его характеризуют ну да не зря десятка жезла вышла потому что человек со сложным характером человек эгоистичный сосредоточенный на себе у кого-то девчонки извините но выпивающий или если он не выпивающий для всех абсолютно будет так что легко разочаровывающийся кстати вот этот товарищ к нам приходит господин к нам приходит практически постоянно в предыдущих раскладах я вижу что это прям пришел он посмотрите на него вот он посерединке не обязательно конечно он таких внушительных размеров хотя у кого-то может быть и толстячок здесь речь о том что он не полный физическом плане а просто человек который сыт и доволен жизнью сыт в каком плане он любит себя и он делает все для того чтобы его жизнь удовлетворяла чтобы все складывалось для него чтобы все было для него человек который в первую очередь на пьедестал ставит конечно же себя нам сразу показали этот аркан в любви часто разочаровывается с ним очень сложно выстроить отношения гармоничные стабильные спокойные потому что мужчина в какой-то защитной позе постоянно стоит или себя любимого защищает или вообще боится вторжение в свое личное пространство некой женщины которая что-нибудь там в этом пространстве нарушит или будет иметь планы завоевать завоевать это пространство в общем такой в обороне стоит человек и почему потому что может быть ошибался в жизни может быть просто у него какой-то такой опыт который его к этому сейчас привел и он таким образом относятся к женщинам и вообще к вопросам любви то есть скорее всего в большую светлую любовь здесь мужчина мало верит хотя не факт что он сам ее имеет жизни сейчас дальше будем смотреть мужчина не бездельник мужчина здесь скорее всего работает но у кого-то может быть так что мужчина уже добился успеха в жизни материального положения стабильного у кого-то он только начинает жизненный путь но и при том и при другом варианте развития событий в его жизни и вообще его этапа жизненного здесь мужчина если захочет чему-то обучиться чего-то достичь что у него это получится при планомерном труде если он множество усилий туда будет вкладывать в это занятие то со временем он обязательно станет мастером то есть перспектива здесь у мужчины стать профессионалом есть стал или нет это естественно у каждого по своему но если захочет то будет так у кого-то из присутствующих на раскладе сегодня девочек сожалению есть треугольник потому что сразу же выскочила у нас троечка хоть она и не о чувствах и не не об отношениях любовных но может быть так так что непростецкий у нас здесь мужчина характер не нордический но такой сложный так давайте теперь смотреть нужны ли этому человеку глубокие эмоциональные отношения любовь по сути он слишком хладнокровен и даже резок в суждениях для того чтобы можно было говорить о том что ему нужны нежные глубокие гармоничные вдохновляющие отношения давайте дальше посмотрим показали сначала что он резкий человек и может быть даже когда-то и принял решение может от рождения такой что телячьей нежности не для него еще он нуждается в эмоциях в любви давайте-ка посмотрим и опять выходит сложный аркан а у него дело в том что какие бы ни были отношения с какой бы женщиной он не встречался в жизни у него начинают возникать проблемы в отношении с женщинами к семье до стремится хочется ему стабильного партнера партнерша хочется дома хочется чтобы этот дом был полной чаши чтобы все было спокойно чтобы все было вот чтобы он был удовлетворен чтобы это была его тихая гавань жизни хочет но у него это не получается и не получается именно из-за его сложного характера то есть как только у него возникает в жизни женщина в поначалу возможно все складывается более или менее потом начинаются проблемы и проблемы связаны именно с его характером а также с тем что он и женщин выбирает не мягких и пушистых и беленьких таких белых мягких пушистых а тоже с характером и со своей четкой жизненной позиции естественно такая женщина она не будет полностью подчиняться полностью растворяться в нем полностью его там на пьедестал ставить и молиться на него и у них начинаются некие проблемы в отношениях именно поэтому у него не получается построить вот такие отношения возможно у него и есть потребность но больше не в эмоциях каких-то там вот я вам уже сказала телячьих нежностях может грубовато но вот пускай будет так а именно в стабильности в семье в доме ну чтобы он чувствовал себя уверенно однако у него это плохо получается по причине его сложного характера и того что он выбирает таких женщин которые ему реально отпор могут дать если он в чем-то не прав и начинает зарываться так сказать хорошо способен ли на чувство все-таки она чувство способен он способен любить по-настоящему себя точно способен любить вот он у себя единственный неповторимый даже если с точки зрения вот тех вещей которые мы с вами обсудили если вдруг у него какое-то расстройство личности есть психологические проблемы с детства тянущиеся переходящие сейчас прям конкретно и трансформирующиеся в еще что-то более сложное глубокое но все таки себя любимого он пытается старается любить баловать видите вышел я спрашиваю он способен любить выходит король кубков себя способен он хочет по-крайней мере себе любить и все для этого делает но вообще по королю кубков конечно да он и и в чувствах нуждается и в любви нуждается и может все-таки любить но на уровне короля кубков король кубков это не достаточно глубокий аркан Чтобы сказать, что человек способен здесь любить, способен строить дом мощный, защищать свою женщину, быть в ответе за свою семью, здесь все сложнее гораздо. А вот по королю кубков, по крайней мере, влюбляться здесь точно мужчина способен. Вот влюбляться, да, и вполне возможно, что на первых этапах отношений он себя и ведет по королю кубков. То есть может проявлять приятные, теплые эмоции, говорить слова женщине. Не все, но очень многие из ваших партнеров это умеют делать на первом этапе, то есть конфетно-букетный период. А дальше, а дальше, скорее всего, он превращается в туз мечей, то есть человека достаточно холодного и закрытого. Но влюбляться, по крайней мере, этот человек умеет. А какая женщина ему нужна? Давайте посмотрим с точки зрения высших сил. Вот какая женщина ему была бы идеальным партнером? Вот это да! Семерка мечей хитрая, изворотливая, такая, которая... Вот знаете, по семерке мечей-то, по сути, лгуны выходят, и люди-манипуляторы, и люди, которые, в принципе, вообще правду редко говорят. Хотелось сказать, наверное, по сеньке шапка, как говорится, да? Что заслужил, то и получил. Ну, я не могу судить о нем, мне его-то таким пока не показали, но вот что женщина, по семерке мечей, ему нужна хитрая, изворотливая, манипулятивная, такая, которая вывернется из любой ситуации. Вот такая женщина ему подходит, представьте. Представьте, как нам показали. Но если это по сеньке шапка, то тогда, конечно, понятно, если он сам обладает такими качествами, если он сам манипулятор и лжец, и хитрец, то тогда, конечно, да, такая женщина ему будет парой, безусловно. Но здесь не простак мужчина. Сказать, что он простак, я тоже не могу. Так что, вполне возможно, ему показали прям идеальную пару, женщину хитрую. И я не буду говорить мудрую, и еще какие-то там слова такие красивые. На самом деле, действительно, хитрую, манипулятивную женщину нам продемонстрировали. Скорее всего, то есть, знаете, такая женщина, которая, кокетки, кстати, которые используют свои женские чары в корыстных целях, подчеркнуто корыстных, не для того, чтобы выстроить отношения с мужчиной по-настоящему глубокие, да, и такие реальные, а просто, чтобы получить какую-то выгоду с этого мужчины. Могут быть и вот такие женщины. По семерке мячей проходят, бывает, женщины легкого поведения, то есть, такие легкомысленные. Но почему-то нам показали так вот сегодня, представьте. Наверное, скорее всего, потому что, возможно, искренняя женщина и со своей твердой жизненной позицией, она как раз и вызывает у него какую-то реакцию защиты. А если женщина вот такая, хитренькая, ну тогда у них все и складывается. Интересно, интересно. А вообще, склонен ли он, этот мужчина, обманывать партнершу в отношениях, вести себя с ней недостойно? Склонен ли? Ну, на самом деле, показывает, что, по крайней мере, он склонен разочаровывать свою женщину. Он может создавать такие ситуации в жизни, когда женщина чувствует себя несчастливой. Посмотрите, здесь в глубокой депрессии находится женщина, девушка эта, разбросаны вокруг нее кубки. И она, посмотрите, в каком состоянии. Плохо на душе. Она обижена. Она кто-то прям морально повержена. То есть, он может создавать в жизни вот такие ситуации для женщины. Не буду говорить, там, делать выводы какие-то глобальные о том, изменщик он или лжец или еще что-то. Ну вот, что такие ситуации в жизни он может создавать для женщины. И, конечно, это не есть. Вау, как хорошо. Да. Так, мне кажется, что, наверное, семерку мечей тут нам не зря показали. Кулик Кулика видит издалека. Скорее всего, такая женщина по семерке мечей, она что, разве будет близко к сердцу что-то принимать? Нет. Она все, что ей надо будет, получит любым способом. А женщина искренняя по королеве Пентакли, с которой у него как раз и плохо-то складываются отношения, вот ее он может приводить в такой аркан. Пятерка кубков. Тяжелый, сложный. Ну, теперь давайте посмотрим чувства к вам. Чувства мы уже смотрели. Ну, давайте еще раз вытащим. И еще пусть как дополнение будет. Если не смотрели расклад о чувствах, посмотрите. Он был вот буквально на днях. Его чувства к вам. Ну, у вас какая-то сложная с ним сейчас ситуация. Или отдаление, или непонятность. Некое такое болото. Ложь может быть. А может быть обстоятельства такие, что вы с ним по аркану луна могли отдалиться. Эмоционально отдалиться. Или же вас тут явно вы вышли у нас королевой мечей вообще. Вообще шикарная пара здесь. И очень часто так и бывает. Посмотрите, как вас продемонстрировали. Он дурак. Шут. А вы королева мечей. Мужчина здесь близко к сердцу ничего не принимает. А вы можете быть обижены, допустим. Вы можете быть резки. Вы можете быть... Королева мечей это женщина с таким уже конкретным каким-то опытом в отношениях. Который закалил ее сердце. И она вряд ли уже будет ресничками хлопать и лапшу позволять себе на уши вешать. Понимаете? Вас показывают такое, и вы показывают дураку. То есть мужчина, его чувства к вам. Здесь есть такое отношение романтичное к вам достаточно. И я могу сказать, что он не держит на вас зла. Я могу сказать, что он относится к вам хорошо. И есть даже вот такая вот романтическая влюбленность. Ну, кто его знает? Может быть, он вообще по сути такой. Влюбился, как, знаете, пчелка с цветочка на цветочек. И так может быть. А может быть, просто к вам, к вам вот такое отношение светлое, в общем-то, открытое и хорошее, доброжелательное. Но он дурак. А вы королева. То есть он как бы шут здесь при королеве. Посмотрите, какие разные здесь у вас статусы нам обнаружились у нас в картах Таро. Выходит, луна. Луна сложный аркан. Непонятности, болота, лжи. Каких-то, может быть, даже закулисных игр. Как будто между вами нет ясности. И это может длиться очень давно, кстати. Это может быть затяжная ситуация. Возможно, вы в расставании давно находитесь. Или у вас случаются часто прерывания отношений. И вы погружаетесь в глубокую паузу с ним. Потом опять он выскакивает здесь по аркану шут. Но, в общем, что-то такое. Нам даже больше не чувства показали, а то, что здесь между вами все непросто. Ситуация сложная между вами. Поэтому говорите о каких-то чувствах. И мужчина достаточно легкомысленно, довольно легкомысленно подходит к вопросу даже отношений с вами. Не заморачивается. Легкомысленно в каком плане? Он не хочет драматизировать ситуацию. Ему это не нужно. Хотя прекрасно понимать, что ситуация между вами требует корректировки. Она непростая. Вот так. Давайте посмотрим еще чувства. Чувства этого мужчины к вам. Ах, как вы постоянно ему верховной жрицей выходите. Мало даете вы ему. Ой, мало вы сейчас ресурса ему даете. Ой, как вы закрыты. В общем, знаете, наверное, нам хотят карты Тару сказать так. О чувствах у нас был расклад. Мы там все уже сказали. Так что не надо нам сейчас раскрывать тематику чувств. Нам говорят о том, что женщина закрыта сейчас от этого мужчины. И опять демонстрирует ситуацию. Нам говорят, зачем говорить сейчас о чувствах. Женщина и так все прекрасно знает и понимает об этом мужчине. Потому что супер интуицией вы обладаете. И в принципе все ответы на все вопросы находятся внутри вас. Вы и сами знаете, что происходит. А происходит то, в том числе и с его чувствами, что не дает он вам ничего по пятерке пентаклей. Нищета здесь. Нету здесь особо чувств. Нету здесь особо никаких действий в вашу сторону. Проявление я имею ввиду. Возможно чувство внутри. Вы знаете, как мы делали расклад на чувство. Копало, копало, копало. Он все закрывает. Он ничего не хочет показывать. Такой сложный человек. Потом таки мы выкопали его чувства. Эмоция. Но от этого легче не стало. Вот то же самое идет и здесь. Мужчина закрыт. И мужчина очень-очень скупой на проявление чувств. Даже если они у него есть. Но самое главное то, что неопределенная ситуация и закрытая. Вы можете быть закрыты сейчас от него. Он может от вас быть закрыт. Или в буквальном смысле слова, что вы просто с ним не общаетесь. Девятка жезла вышла. Или же как-то между вами сейчас такая ситуация, что вы как будто отгораживаетесь друг от друга. Поэтому чувства здесь. Ну сложно какие-то чувства выкапывать. Все, еще два аркана выкладываю. И достаточно. Не хотят нам показывать чувства. Вы сами знаете, как все обстоит. Чувства его. Еще два аркана вытаскиваю. Здесь мужчина манипулирует вами. И очень жестко манипулирует. И хочет вас подчинить своей воле. И хочет, чтобы вы на него практически как на божничку молились. Как икону перед собой поставили. И каждый день, наверное, в колено преклоненном состоянии перед ним проводили времени много. Так что здесь есть страсть. Очень явная, яркая страсть к вам нам ее демонстрирует. Но здесь и есть манипулятивные способности мужчины и манипулятивное поведение. Причем поведение в том плане, чтобы подчинить вас. Переделать. Возможно, сломить вашу волю. Подчинить себе. И его очень-очень-очень заводит эта идея. И он хотел бы этого добиться. Насколько искренен с вами? Вообще искренен ли этот мужчина в отношениях с вами? Да, кстати, постоянно выходит этот аркан десятка пентаклей. С вами мужчина искренен. Хоть и применяет манипулятивные техники. Хоть и прячет свои эмоции. Хоть и здесь вообще просто супер скупердяй по всем ресурсам, которых вы заслуживаете. Которые вам необходимы. Но отношения к вам все-таки искренние. Он видит вас, наверное, самую ценную женщину в своей жизни. Это десятка пентаклей. Видит вас, семью. Видит вас, очень надежного человека. С которым можно и нужно эту семью устроить. С которым он чувствует себя уютно. Несмотря на проблемы все, которые между вами есть. То есть он понимает, что вы реально. Я который раз уже говорю из расклада в расклад. Вы сокровище. Вы сокровище. Отношения к вам искренние. Здесь человек явно с вами не играет. Это точно. Хоть здесь, конечно, и о чувствах. Вы видели, как ситуация какая вышла сложная. Но он не играет с вами. Отношения к вам искренние. Теперь давайте напрямую все-таки спросим. Любит или играет? Или вообще что? О, ну тут Аркан Дьявол. Замечательное завершение расклада. Кстати, на дне колоды могу сказать, что прошлое у вас было точно очень красивое. В прошлом этот мужчина дарил вам нежные, светлые, теплые моменты. Когда бабочки в животе прямо ух, как вас вдохновляли и дарили вам удовольствие. Было это. Была, по крайней мере, любовь была точно в прошлом. И мужчина по сей день вспоминает те моменты, которые между вами были. Сейчас он просто весь закрытый, забаррикадированный, как дикобраз какой-то. А по сути, так сказать, в основе ваших отношений, ситуации здесь, конечно, чувства. И чувства нежные. И они есть. Кстати, по этому Аркану вы могли встречаться в прошлых воплощениях с этим человеком. Но вот смотрите. Любит или играет? И здесь Аркан Дьявол. И здесь сложно вообще что-либо говорить. Любит или играет? Здесь очень мощная связка у вас. Привязка друг к другу. У вас очень сильная сексуальная мощная энергия между вами. И вообще любая, какую ни возьмите, по любым сферам вы здесь связаны с этим человеком. Можно было бы вот так канаты прям толстые еще здесь провести. По всем чакрам между вами и этим человеком. Связка огромная, очень сильная между вами энергетическая связка. По Аркану Дьявол люди не могут оторваться друг от друга. Даже если все сложно складывается в их отношениях, они не могут оторваться друг от друга. Потому что их тянет с невероятной силой. Можно сказать, с дьявольской силой. Ужасное слово. Но вот что есть, то есть. Так что сказать, любит или играет, а он сам не знает, что с ним происходит. Именно поэтому такие Арканы у нас и повыходили на чувства. Потому что человек здесь, его как будто вот реально там ему пятую точку на сковородке поджаривают. И он выскочить с этой сковородки не может. Но вот так он себя чувствует в отношениях с вами. Он постоянно на огне. И говорить, что играет не могу. Потому что искренне Арканы вышли. Но и сказать, что это прям вот любовь. В традиционном понимании этого слова здесь сложно. Здесь больше похоже на болезнь. И с его стороны, и с вашей стороны. На болезненную привязку друг к другу. Друг к другу. Так что вот так завершает у нас расклад именно этот Аркан. Ну что, мои дорогие. Благодарю вас за то, что досмотрели до конца. Буду очень благодарна за лайк, за теплый комментарий под моим видео. Если еще не подписаны на мой канал, обязательно подписывайтесь. Нажимайте на кнопочку колокольчика. Рядом с кнопкой подписки. Для того, чтобы получать уведомления о моих новых видео. Я же всех целую, нежно люблю, желаю всем счастья, любви, добра, всего самого светлого и прекрасного. И, конечно же, защиты и покровительства высших сил. Пока-пока, мои дорогие. До следующего расклада. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова